Привет! Сегодня будет обзор планшета Onda V820W. Это Dual Boot планшет на Android и Windows. Комплектация очень простая, планшет и шнурок. Здесь стоит 4-ядерный Intel Atom Z3735F, это который с одноканальной памятью. 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта внутренней памяти, 16 из них отведено под Android, 16 для Windows. Корпус сделан из пластика, довольно поганого качества, сзади рифленый, очень похож на Asus PhonePad 8, но тот выглядел куда приятнее. Довольно толстый. Кроме этого, есть разъем для расширения памяти microSD, поддерживает флешку на 64 гигабайта, проверенный. Единственное, я попросил ее почему-то отформатировать. Из интерфейсов у планшета есть разъем 3.5 под наушники, micro HDMI, micro USB и в общем-то все. Динамик один, маленький и под Android он очень-очень тихий, но под Windows гораздо громче. Кнопка блокировки или выключения-включения, кнопки регулировки громкости и центральная кнопка Windows. Она же Android, она же выход главный минимум. Супер-кнопка! Задняя камера на 2 мегапикселя, качество отвратительнейшее. Передняя камера на 0,3 мегапикселя, качество еще хуже. Не, вот сейчас у него жир так размазан, как будто не грязный. Экрана планшета размером 8 дюймов, разрешение 1280 на 800, выполнен не по OGS, есть воздушная прослойка, она довольно толстая. Кстати, сейчас можно было заметить, что он выходил с блокировки реально долго. Это проблема под Android, я не знаю, с чем это связано, потому что процессор сам по себе очень шустрый. На планшете стоит Android 4.4.4, датчик поворота работает быстро. Звук, как я уже говорил, очень тихий. Это вот можно посмотреть даже при воспроизведении в видео. С усилением AtomXPlayer он все равно еле слышен. У планшета доступно обновление по ОТГ, но вот за неделю пользования обновление еще не приходило ни разу. ОТГ. Батарея стоит 4200 мА, хватает ненадолго, садится он буквально часа за 4. В Antutu планшет выдает 35 тысяч попугаев. Очень неплохой результат, если учесть, что процессор прошлого года, по производительности он находится примерно на уровне LG G3 и чуть-чуть слабее, чем Nexus 5. Gold of Tanks, идут совсем без тормозов. То есть работают реально очень плавно, чуть-чуть медленнее, чем на Meizu M1. Планшет без проблем вытягивает такие мощные приложения, как викторины по Лиге Легенд. Ну и в общем про Android все, самое интересное закончилось, камера говно, едем дальше. Сверху есть замечательное менюшка, где можно перейти на нормальную операционную систему. И вот давайте засечем, сколько он будет приходить. А вот и Windows. Кстати говоря, Windows на этом планшете работает гораздо быстрее, чем Android. Версия Windows 8.1, он сразу активирован. Даже браузер под Windows работает намного, намного быстрее, чем под Android. И напоминает по скорости примерно iOS. В метроинтерфейсе Windows есть очень удобные жесты, которые на сенсорных устройствах действительно классные. Быстрое переключение окон, завершение, открытие менюшек различных, очень удобно. Откроем ЦПУ Z. Откройте, сука, 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 сука. Память работает на частоте 666 МГц, это действительно адская память. Встроенная графика Intel HD. А, кашки! Планшет идеально подходит для игр типа героев третьих и многих игр середины двухтысячных. Например, Half-Life 2 идет на нем на средних настройках вообще без проблем. Экран, кстати, неплохого качества, особенно если учесть, что он теперь стоит около пяти тысяч. И это вот для такого устройства восхитительная цена. О, ей! Саник вообще бодренько работает. Уии! Для включения выбора операционных систем Windows или Android нужно зачать... Зачать? Нужно зажать качельку громкости вверх и кнопку включения. Планшет среднего качества на свои пять тысяч он явно стоит. Винда работает быстро, Android работает быстро. Корпус так себе. Ну и, в общем-то, хороший планшет берите, наверное. Наверное. А я вот свой продам, возьму что-нибудь другое, полюбаю. Кстати, вот там вот справа есть Meizu M1, обзор на который по ссылочке. Вот там есть такие по ссылочке. Субтитры сделал DimaTorzok